Девушки отдыхают Да, мой старик работал такой. Я проводил с ним целые вечера, вычищая ролики. Я хотел пойти по его садам, но... Жизнь сложилась иначе. Вы, наверное, хотите распродать старое оборудование? А здание снести? Думаю, мы могли бы что-нибудь обыскать. Но там газету или журнал... Херня, это, сынок, пешёвая херня. Я всегда мечтал печатать деньги. И это несложно. Кстати, когда-то я этим уже занимался по нему науку. Да неужели? Конечно. Но для этого нужны качественные клише. Крочно. Лафариня уже помышляет, а не синдикат своего монетчиков. Индикат? Да, но до меня доходили только лишь слухи. Я как раз знаю человека, который в курсе всех слухов. Посмотрите-ка на эту жопу. Я помог быть по им ручкам. Ладно, сторона. Как оно? Что ты знаешь о пешевомонетчиках? Я в порядке, Пол? А как ты? Тяните сюда. Ладно, ладно, ладно. Ты, похоже, очень занятый мужик. Все, что я знаю о модных делишках, это то, что отряды поставляют клише. Блин, ну знаешь, ну и здесь то, как грузовая компания. Их босс точно знает, когда прибудет новая партия клише. Спасибо, Пол. Да что с тобой, псих? Налей мне еще, живо. Ты кто такой? Ой, эй, только не по лицу, не по лицу. Хорошо, я скажу, я скажу. А, что я параллель с бою? Томми, Сонни. Очевидно, у тебя проблемы со слухом, поэтому спрошу еще раз. Где мои чертые деньги? Где мой чертый товар? И где моя доля в бизнесе? Ты делаешь из меня идиота, Томми. И это не смешно. Итак, сегодня курьер забирает клише из доков. Я собираюсь перехватить его, забрать клише, обрубить все хвосты и вернуться сюда. В зависимости от того, как все пройдет, у нас будет или пять минут, чтобы напечатать деньги, пока на стенокроет синдикат. Или целая вечность. Короче, я хочу, чтобы баксы вышли в тираж через пять минут после моего возвращения. Понятно? Не волнуйся, Томми. Мы будем готовы. Мы с пятой будем недалеко, на случай, если тебе понадобится поддержка. Итак, все готовы? Отлично. Заберегися. Я не знаю, я не могу. Томми, Томми, Томми. Только что звонил Соне. Ты меня слышишь? Я не знаю насчет тебя, но лично мне только что угрожали убить всю мою семью, что лично меня пугает. Да уж рачки. Что ты собираешься делать? Кент, успокойся. Не спокоен. Спокоен, как человек, который боится за свою жизнь. Хорош нюхать кокс и побереги себя. Все будет в порядке. Увидимся. Я спокоен. Разве это не слышно? Должно быть перспективой смерти делает таким и голос. Итак, что тут произошло? Томми, какие-то мафиози сказали, что пришли за своей долей. Сказали, что это не гемистер Форелла. Как же михерово. Форелли? Соня Форелли? Да, это он. Я думаю, он был очень источен. Твоей вины здесь нет. Отвезите его в больницу. Томми, сделай ему еще одну перекусадницу за меня. Я ему их не сделаю. Томми, сделай его. Томми, это Лэнс. У нас большие проблемы. Приезжай прямо сейчас. Томми, отлично, отлично, слушай, слушай, мне нравится рыба. Я люблю рыбу. Она мне нравится, как домашний питомец. Или веди еду на тарелке, но как бы я не любил, я не хочу быть комом для них, ладно? Но прямо сейчас, твои итальянские дружки уже едут сюда, чтобы топить меня. Я, закнись, Кэн. Шесть. Томми, это происходит. Это твои друзья севера, Томми. И мне сильно понравилось, что ты прикучил человека. Теперь они едут посмотреть, какие тут дела. Их пришлось дать дольше, чем я считывал. Парни, мы должны положить этому конец. Ни у кого не должно быть сомнений, что теперь здесь мой бизнес. Мой. Кэн, возьми первую партию фальшивок и упакуй три миллиона по чемоданам. Лэнс, собери парней. Томми! Сто, не хочешь, чтобы мне самого приятеля? Я отсидел 15 лет, поэтому немного подзабыл про этикет. Если ты ворчишь с Томми, раз я не говорил, что твой характер тебя погубит, а? В чемоданах ты миллиона. Сколько оно было, девять? Нет, одиннадцать человек. Вот почему тебя позвали хорошим мясником и послал меня убить одного человека. Одного. Они знали, что я приступил. Томми! Следи за языком. А то кто не будет решить, что ты меня обвиняешь в этом неудачном стечении обстоятельств? Просто забери деньги. Забери эти чертовые деньги. Знаешь что, Томми, я делал для тебя все, что мог. Тянул за веревочкой, просил об услугах. Я был твоим другом, Томми. Я надеялся, что ты поймешь. Понял, что ты был ради нашего бизнеса. Я доверял тебе, Томми, а ты разочаровал меня. Но хорошо, хоть кто-то в твоей глянной шайке понимает, как надо вести дела. Не так ли, Лэнс? Извини, Томми, это Василий. И это бизнес. Ты всех нас продал. Нет. Я продал тебя, Томми. Я тебе продал. Настоящие деньги наверху. Сейфер. Томми, так в чем же заключался твой великий план? Думал, я возьму фальшивые деньги. Сохраню репутацию. И свалю тупо в этот хвост. Нет. Я хотел изожлить тебя, прежде чем убью. Больше некому прикрывать твою задницу, да, Томми? Тебе конец, ты подлое говно. Да неужели? Ты уже в прошлом, Томми? В прошлом. Это последний танец для Лэнсо-Вэнсо. Ты забрал у меня 15 лет жизни, Сонни. И сейчас ты расплатишься за это. Ты так ничего не понял. Ты мой, Томми. Эти 15 лет принадлежат мне. Кончайте его, парни. Я никогда ничего не понимал. Томми? О боже, Томми, что произошло? Я на что это похоже. Похоже, что ты спорта свой костюм. Томми, это был отличный костюм. Томми, что тут стреслось? У меня возникли некоторые разногласия с деловым партнером. Ты же знаешь, как это бывает. Томми, при разногласии я же сможет протянуть деньги. Ну, может, еще почтовый ящик могла бросать. Но я не начинаю третью мировую войну. Знаешь, возможно, тебе стоит поговорить с моим психологом. Это еще Лэнс, тупой хер. Томми, он мне никому не нравился, хорошо? Он нервный, он ненадежный, он эгоистичный. Да он вообще мудак. Я расчет избавился от него. Думаю, что теперь нам севера больше ничего не грозит. Потому что нет больше никакого севера. Теперь всем заправляет юг. Подожди, это совершенно не то, что я подумал. Томми, малыш! Что ты подумал? Что мы теперь главные? Ну, в смысле, ты главный. Ну, Томми! Знаешь, Кен, я думаю, это могло бы стать началом прекрасных дел в своих отношениях. В конце концов, ты коварный, подлый, милкий, воришка. А я с этой девушкой не убийца, и наркодорговец. Я знаю. Ну, разве это не прекрасно? Томми, это... Как ты? Короче, дружище, я тут пришел позвонить. О, Боже мой, сынок, ты не поверишь, какой я только что шлюшку подцепил. Одна из уличных, типа того, маленькая гаваня друган. Сказала, что ее зовут Месседес, или как-то так? О, мой Бог, дружище, тебе нужно заценить эту птичку. Уж это точно знает, что делать с малышом. Сказал, что я был наилучшим из всех. Готов для него, срешили, увидимся. Томми, Томмас, это Кортес, Кипаса. Не скучаю. А как вы, мой друг? Я хотел бы спросить вас насчет Мерседес. Хорошо, что интересует? О, Томми, Томми, я слышал слухи, эти слухи, я даже не знаю, что ей подумать. Может, она думает, что может делать все, что издумается, но, Томми, ответьте, это правда. Правда что? Я про слухи. Она, она вправду решила стать адвокатом? Томми, это же позор. Позор. Понимаете, у семьи Кортесова есть гордость. Мы ни за что не позволим нашей дочери стать адвокатом. Пожалуйста, скажите, что это уже, я не переживу. О, полковник. Могу бы заверить, что Мерседес не пытается не станет адвокатом. Не переживайте за это. О, спасибо, Томми. Томми, спасибо, я бы не вынес такого позора. А на жилье я не какой-то там паразит, понимаете? Ладно, Томми, прошу меня извини, только что прибыло у меня внутренних дел. Много лет назад я убил у отца во время переворота, так что мне нужно быть с ним повежливее. Э, добрый день, амиго. Томми Версетти, как выживает, мистер Большая Шишка? Я тут слышал, что ты теперь большой игрок в этом городе, а? О, да ты бухой. Не, идиот, я не бухой. Я всего лишь пару раз выпил. Просто два дня уже не спал, понимаешь? Короче, не гони, я же не дурак. Кто обустроил тебя в этом городе? Кто? Я, вот кто. Да неужели? Не надо только гнать, я познакомил тебя с людьми, показал, как всё устроено. Я многое для тебя сделал, и вот так вот ты меня благодаришь, ты меня просто гнорируешь. Ты не берёшь меня в доживку, после всего, что я для тебя сделал. Да за кого ты меня держишь, заволоха? Пол, успокойся, я был занят, не будь идиотом. Я не идиот, тюфяк. Мне так в колонии сказали. Если хочешь неприятности, сынок, ты их получишь. Томми, дружище, прошу, ты был последней надеждой, прошу, не смейся надо мной. Пол, иди уже выспись, серьёзно.